Безнадзорных животных В столице Якутии еще до начала пандемии коронавирусу разразился скандал, когда по данным Департамента ветеринарии, пункты передержки животных был обнаружен вирус бешенства. Развитие событий привело к тому, что сменилось руководство пункта. Позвольте представить наших спикеров. Народный депутат Якутии Виктор Федоров. Да, добрый день. Здравствуйте. Начальник Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики обружной администрации Якутска Дина Николаева. Здравствуйте. Директор пункта передержки животных, руководитель фонда «Помоги выжить» Екатерина Безрученко. Здравствуйте. Первый вопрос будет направлен к Виктору Николаевичу. Мы знаем, что группа народных депутатов готовит изменения в закон о безнадзорных животных. Расскажите, пожалуйста, какие именно изменения вы предлагаете и на какой стадии находится документ? Спасибо. Но федеральный закон принят 27 декабря 2018 года. Мы также принимали наш республиканский закон на основании этого федерального закона. И при его рассмотрении возникло много предложений, замечаний по федеральному закону, по самой сути федеральному закону. По решению пленарного заседания была создана рабочая группа из народных депутатов во главе со стороны представительного органа власти Атель Тумена Находкин, председатель профильного комитета, со стороны правительства республики Сахайя-Якутия-Белозеров. Данная комиссия отработала и выработала поправки, которые необходимо внести в федеральный закон, для того, чтобы привести в соответствие и наш республиканский закон, который поможет более оптимально работать с безнадзорными животными. В настоящее время в связи с пандемией данный закон лежит, он с делом уже, поправки сформулированы, но он не рассмотрен на пленарном заседании, так как у нас вопросы пандемии не рассматриваются, вопросы невнесемы, главы республики Сахайя-Якутия. Отлично, спасибо большое. Давайте следующий вопрос адресуем Дине Олеговне. Недавно департамент ветеринарии опубликовал данные аукционов по работе с безнадзорными животными. Там говорится, что фонд «Помоги выжить» выиграл аукцион на примерно 14,5 миллионов рублей. Остаток в размере около 8 миллионов также планируется разыграть. Расскажите, пожалуйста, куда пойдут эти деньги и вообще о финансировании позиций города в теме бродячих животных. Спасибо. Спасибо. Вообще в целом хочу сказать, что как только закон в апреле месяце вышел, пока были доведены до нас лимиты и подписано соглашение, конечно, прошло достаточно много времени. И в конце июля был объявлен аукцион на право работы по содержанию животных без владельцев по семи мероприятиям. Что туда входит? На оказание комплекса услуг по содержанию безнадзорных животных. Услуги по отлову животных без владельцев, услуги по транспортировке животных без владельцев в специально приспособленное оборудованное нежилое помещение для содержания животных без владельцев, услуги по лечебно-профилактическим мероприятиям, услуги по содержанию животных без владельцев в приюте, то есть без владельцев и животных, от которых отказались владельцы свои. Потом услуги по учёту и маркированию животных, услуги по стерилизации и кастрации животных и услуги по умышлению животных без владельцев, имеющих тяжёлые неизлечимые заболевания. Таким образом, получается, аукцион прошёл, и «Помоги выжить» была снижена цена на 31%, и контракт был заключен на 14 миллионов 726 тысяч рублей. По итогам сентября месяца мы по факту им оплатили 1 миллион 862 тысячи рублей, остаток у нас получается около 6 миллионов рублей. В соответствии с порядком предоставления субвенции муниципальным образованием, к сожалению, в этом порядке республиканском и в законе нет таких понятий, что субвенция может быть направлена на цели строительства переоборудования приютов. То есть мы в письме, когда как только образовалась экономия, написали департаменту, что просим вас эти деньги выделить нам на строительство переоборудования приютов. На что нам департамент ответил, что закон наш существующий и порядок предоставления субвенции не имеет цели по строительству. То есть, получается, эти деньги мы не сможем использовать на цели строительства. Сейчас же нам эти средства предоставляются по факту использования. То есть, нам помоги выжить предоставляет свой отчет на определенный период. Мы этот отчет отправляем в департамент ветеринарии, они, в свою очередь, в Минфин, и потом обратно эти деньги, в смысле деньги, нам субвенция отправляется по факту. Поэтому, получается, 6 миллионов этот остаток мы в этом году не сможем использовать. А в целом, что еще хочу добавить. Мы неоднократно писали, что те средства, которые предоставляются нам на цели субвенции, да, вот эти все мероприятия, которые я вот сказала ранее, туда не входят мероприятия по содержанию самого объекта, в котором вот проживают, содержатся наши животные. Туда не входят средства, например, на коммуналку, да, это там электрика, газ, вода, туда не входит зарплата прочих работников. В тарифах, конечно, там есть работники, так, зарплата ветеринара, да, но там нет заработной платы других прочих работников. То есть, получается, средств тратится больше. У нас, почему мы об этом знаем, потому что ранее этим вопросом у нас занималось муниципально-мунитарное предприятие «Жилкомсервис». Конечно, закон ранее был другой, порядок содержания был другой, но из муниципального бюджета тратилось достаточно больше средств, которые они предоставляли нам субвенции. Последний анализ показал, что за последние три года, 17, 18, 19 годов, местного бюджета было потрачено порядка 40 миллионов рублей дополнительно посредства муниципально-мунитарного предприятия «Жилкомсервис». Да, сейчас закон поменялся, мы и сейчас тоже говорим, что этих средств недостаточно. Почему недостаточно? Потому что те средства, которые нам предоставляются, там, например, по содержанию одного животного, там его нельзя содержать более 30 дней. Но мы знаем, что очень много привозят туда, подкидывают, находим в подъездах, фонд находит, привозит. Мы же не можем, например, вот сынок только что родился, 30 дней прошло, и мы его уже там должны отправить на прежнее место обитания, в тот же подъезд должны увезти, как бы закон и так сказан. А как они там дальше будут выживать? Конечно, соответственно, мы некоторых животных содержим больше. Мы об этом неоднократно писали, когда еще речь шла, вот в начале года, сколько денег необходимо выделять на субвенцию. Это недостаточность тарифа, и это не учтены средства на переоборудование, пунктов содержания животных сейчас, да, на переоборудование подприюта, и еще содержание прочих работников и коммунальные расходы. Вот этих средств нет в субвенции. Но несмотря на это, конечно же, у нас нашлись желающие заниматься этим делом, да, это у нас пункт благотворительный фонд «Помоги выжить». Спасибо большое. Насколько из ваших тезисов можно сделать вывод, что фактически из 23 миллионов, которые раньше выделял город, де-факто пункту передержки сейчас передается только 1 миллион с лишним? Нет, вы меня не так поняли. Соглашение подписано, договор подписан на 14 миллионов 726. Сейчас из этой суммы оплачен 1 миллион 862. Ну, то есть, как бы, мы оплачиваем ему помесячно. За сентябрь мы ему оплатили, да, там, получается, примерно 2 недели. А 8 миллионов, которые остались на 30%, когда сократилась сумма, куда они пойдут? Мы эти деньги просили, чтобы они нам, получается, поменяли, дополнительным соглашением поменяли цели, и мы смогли переоборудовать на эти деньги свой ППЖ. То есть, сейчас же у нас не приют, да, а по законодательству новому не разрешается содержать животных в необорудованных помещениях. То есть, сейчас вообще мы, по идее, не должны их содержать в этом ППЖ, потому что у нас нету приюта. Но закон нам, как бы, передал эти полномочия, но почему-то без средств на переоборудование. То есть, получается, по идее, они должны были полностью передать и средствами на строительство приюта, или либо, если средств не хватает, на переоборудование хотя бы так. А сейчас, получается, где, ладно, в городе Якутске как-то более-менее ситуация понятна, ну, а в других регионах? Я знаю, что, например, Жатай, они вообще отказались от этих полномочий. Дина Олеговна, я был, достаточно подробно посмотрел, и точно так же, как вы, понял, что у нас, в принципе, отлова, транспортировки, лечения, приюти, содержание, учет, маркировка, стерилизация, мышление более-менее двигаются. Вопрос, что помещения совсем не оборудованы, да, и не приспособлены под это. Но, насколько я понимаю, это, во-первых, помещение жилкоммунсервиса, но это тоже благотворительностью, да, занимается. Это в убыток пойдет само предприятие, видимо, да. У меня вопрос, вот у нас разыгрывалось 22 миллиона, 14 миллионов товарищам, которые занимаются пунктом передержки, 8 миллионов остаток, но 14 они тоже не освоят, вы понимаете, остаток еще 6 миллионов остается, да? Так вот, 14 миллионов у вас на конец года будет остаток, да, Дина Олеговна? Ну, возможно, да. Ну, надеюсь, все освоят. Вы, ну, вряд ли я там был, понимаю, что не освоят. Вы по 8 миллионам обращались, Минфин, по вопросу перевести их на другие статьи, в частности, на ремонт того же пункта передержки животных? Да, мы официально писали в департамент ветеринарии республики Саха-Якутия, выполненочные органы. Когда написали? Ну, как только конкурс у нас состоялся, мы поняли, сколько у нас остаток, мы сразу написали, да. Ответ есть? Ответ был от ветеринарии такой, что на иные цели запрещается проводить финансирование. То есть у них, у нас соглашение только на вот эти 7 мероприятий, стерилизация, кастрация и так далее. Нет, нет, я понял, Павел, 7 и так далее. Ну, мы тогда просили, да, мы просили тогда, получается, поменять соглашение, да. Целевое, насколько я считаю. Да, и еще, а на что они нам сказали, что порядок, финансирование порядки, там у них нет этих расходов. То есть вообще нужно порядок поменять республиканский и еще внести изменения в закон там, по-моему, так. Порядок финансирования определяет Минфин, да? Минфин, да. Давайте с Минфином это работаем. Генн Олегович, у меня все-таки ощущение, те плановые цифры, которые мы планируем на этот год, на следующий, это порядка 40 миллионов на город Якуск, 80 с лишним миллионов на республику, у меня ощущение 40 миллионов, если их нормально распределить, было бы, в принципе, достаточно в этой ситуации, чтобы более-менее нормально работать. Вы согласны с этим? Ну, если, например, мы смету сделаем, получается, у нас на 19 миллионов мы рассчитываем, что мы сможем переуборудовать на ППЖ. Да, да, и миллионов 20 на содержание и на 20 на перегрузку. Понятно. Значит, основная проблема, Генн Олеговна, у нас в том, чтобы порядок финансирования с Минфином переделать и, возможно, внести изменения в закон. Давайте я готов подключиться. Да, совершенно верно. Я готов подключиться за эти предложения. Давайте отработаем. Я понял проблему, спасибо. Хорошо, хорошо. Мы напишем вам. Отлично. Подкаст у нас, получается, даже какую-то рабочую функцию понес. Все-таки давайте послушаем Екатерину Сергеевну. Расскажите о том, как сейчас идет работа, близится зима и настоящая холода, чего не хватает, что нужно и как жители могут помочь. Екатерина Сергеевна. Ну, на самом деле, сейчас, на сегодняшний день, мы ведем стройку своими силами. Силами горожан, силами волонтеров. Ну, совместно. Мы утеплили уличные вольеры, поставили крыши, сделали пол. Ну, немного ситуация улучшилась в этом случае. Но от горожан, конечно, хотелось бы какие-то руки, потому что сейчас все оплачивается, бесплатно работать никто идти не хочет. А это, опять же, деньги, которые можно потратить на какое-то другое русло. Здесь хотелось бы, конечно, чтобы привлеклись люди, у которых есть минутка свободного времени на выходных. У нас каждое воскресенье субботник. Идут, приходят люди с молотками, с топорами, что-то колодят, что-то делают, работаем масса руками. Стройматериалы мы покупаем тоже самостоятельно, но пытаемся как-то выкручиваться совместно. Ну, на самом деле, с продуктами все в порядке. Нет у нас перебоев. Закупки прошли вот на первую субвенцию. Вроде в этом случае все нормально. А вот со стройкой, конечно, бы хотелось бы улучшить эту ситуацию. Здание по электрике тоже страдает, по отоплению тоже. Ну, была спонсорская помощь, опять же, со стороны. И мы закупили электрические все принадлежности. И сейчас работает электрик, меняет всю сеть электричества, чтобы не было никаких перебоев в этом случае. Отопление, конечно, в этом году мы уже не успеем, хотя тоже профинансировала компания, спонсоры. И полностью закупили нам батареи, трубы. Ну, естественно, в холода мы уже сейчас сделать ничего не успеем, поэтому это на следующий год только. Ну, а так, в общем, конечно, будки, утеплительные какие-то материалы, войлок, брезент. Если понемножку собирать, то, конечно, мы выживем, переживем эту зиму. Спасибо большое. Вопрос еще раз адресуем народному депутату. Виктор Николаевич, скажите, пожалуйста, как, на ваш взгляд, вообще стоит ли вносить изменения в федеральные именно законы о операции? Ну, все-таки рабочая группа, председательство находки на Белозерова отработало. Я считаю, вполне обоснованное их предложение по внесению изменений в федеральный закон. То есть федеральный закон предлагает метод ОСВВ, это отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск животного. Это основной принцип. Но мы считаем, что деятельность вот этой ОСВВ не может быть внедрена самостоятельно без организации деятельности приютов. А об этом законе вообще ничего не сказано. Кроме того, вопрос стоит о пожизненном содержании тех агрессивных, самых опасных животных, которые бывают. Также требование федерального закона на полный и немедленный запрет усыпления животных является произвольным требованием. Его нет даже в благоприятных странах мира с наименьшим количеством усыпляемых животных. Это мы вперед планеты всей побежали. Нам нужно, наверное, попробовать ряд комплексов мероприятий, каких-то промежуточных, а не так рубить с плеча и сразу останавливать этот процесс. Поэтому рабочая группа предложила, во-первых, предложить несколько вариантов организации мероприятий по обращению с животными, которые регионы должны выбрать самостоятельно, наиболее эффективные и подходящие для условий и возможностей данного региона. Дополнить общее требование к владельцам по проведению идентификации отчета животных, то есть маркировка чипирования. Третье. Дополнить полномочия органов государственной власти об установлении правил содержания домашних животных на территории соответствующего субъекта. То есть нас загнали в такие рамки, что мы не можем там вправо-влево. Сильно заужили и приняли этот закон, ну как обычно, в рамках Садового кольца, без учета особенностей регионов. Больной вопрос. Статья 11 федерального закона, который гласит, что животные, содержащиеся в приютах, умиршлять запрещено за исключением пяти случаев, там не с некоторых. Мы предлагаем ввести положение, предлагающее, что умиршление животных без владельца производится в решении в зависимости от клинического состояния и выносится ветеринарными специалистами в пяти дополнительных случаях. Также предлагается исключить из федерального закона систему возврата животных без владельца в прежнюю среду обитания, поскольку это является фактором, нарушающим безопасные условия для человека и оказывающим вредное воздействие на среду. Вот такие предложения. Спасибо. Отлично. Екатерина Сергеевна, скажите, пожалуйста, как на ваш взгляд данные, уместны ли какие-то изменения, как работник именно у пункта переездки? Ну, честно говоря, я думаю, что, да, промежуточное что-то должно быть, потому что, вспоминая 8 марта, да, не хотелось бы к нему снова вернуться. Ну и проблема на сегодняшний день у нас как бы не решается усилить город, приучить к тому, чтобы они действительно их регистрировали и потом не выкидывали просто так на улицу. Я вот в какое-то время предлагала такой момент за наказание, ну, чтобы не наказывали деньгами, не наказывали чем-то. Есть же, да, исправительные какие-то работы. Ну, эти исправительные работы должны проводиться на территории ППЖ. Если действительно самовыгул не такой, либо обращение с животными, да, несоответствующее, ну, какое-то должно понести наказание человек, который выкинул, бросил или еще что-либо, чтобы ему запомнилось это на всю жизнь и было уроком всем остальным. Я вот как-то предлагала этот момент, но его вообще не рассматривают, потому что это совсем другая статья. Ну, я надеюсь, что изменения в законе не приведут нас к тому, что было. Ну, какие-то поправки нам все равно нужны, и к чему-то надо идти, потому что приют, приют тоже нас здесь не спасет, я так думаю. Здесь надо работу с населением усиливать конкретно. Я думаю, что это потом будет выход какой-либо. Спасибо большое, Екатерина Сергеевна. Дина Олеговна, скажите, пожалуйста, вот в этом плане какая работа ведется у нас в городе? Есть ли какие-то вообще возможности как-то повлиять на горожан? Сейчас у нас как раз идет месячник по регистрации домашних животных. Территориальные органы управления совместно с управлением ветеринарии и МВД составили себе планы, должны проводить рейды, ну и составлять протоколы на тех людей, которые не зарегистрировали животных, да, чтобы их штрафовали. Ну, если в целом посмотреть по полномочиям, то это, конечно, не полномочия органа местного управления, да, но понятно, что жители города, это наши, проживают на нашей территории, мы должны вести эту работу. С чего мы, конечно, начали, это в первую очередь необходимо полностью зарегистрировать всех животных, да, по всей ней регистрации по итогам данных управления ветеринарией на территории города Якутска около 6 тысяч животных зарегистрированных, и около 2 тысяч кошек зарегистрированных. Но на самом деле я считаю, что их на воле намного больше, потому что, смотрите, когда не было этого закона, увы, нам приходилось ежегодно проводить эвтаназию около 3 тысяч животных ежегодно, да. Сейчас эти животные у нас, получается, будут выпускаться в среду. И, конечно же, в первую очередь эта опасность действительно для нас самих, да, вот недавно в автодорожном округе было, что собаки там пытались нападать на детей на детской площадке, и как оказалось, что это те же наши животные, уже маркированные, чипированные, которых мы определили как неагрессивных и выпустили в среду. Да, но, конечно, такие ситуации всё равно будут. Вот, и действительно необходимо вносить изменения в закон, и ещё необходимо нам рассмотреть, не знаю, может, какая-то законодательная инициатива будет или что, чтобы действительно ответственность на владельцев животных была ужесточена. Что сейчас мы ещё, ну, в рамках трёхлетия благоустройства мы поставили план, что необходимо построить площадки для выгола животных на территории города Якутска, да, как-то, чтобы культура содержания животных у нас началась, начиналась со двора, да. В принципе, направление есть. Ещё хотелось отметить, что мы недавно направляли информацию через ЕГД Вильтумен о том, что внести изменения в Коап в Республике Саха и Якутия по, ну, фекалиям, отходам собак, да. Ну, на что нам, как бы, был отказ, потому что в 2018 году было какое-то судебное, и мы не можем по этому поводу штрафовать людей. То есть, грубо сказать, здесь, если, например, собака твоя накакала, то ты не сможешь оштрафовать этого человека. Ну, можно, конечно, по другой статье, но было бы, конечно, хорошо, если бы у нас в Коапе конкретно было всё это прописано. Было бы хорошо, если бы сегодня мы тоже как-то это дело отметили у себя. Виктор Николаевич, обращение. Да, да вы, конечно, правы, ну, вот за рубежом, по-моему, 100-200 евро штраф, если он собак накакала где-то на тротуаре, ты не убрал бы. Это я точно знаю. Да, я вот тоже хотел обратиться к Виктору Николаевичу. Что там можно у нас сделать по поводу... Ну, да, да, надо посмотреть Коап, надо посмотреть. Я запишу себе. Хотел бы добавить всё-таки, финансовые проблемы здесь не самые основные. У нас много вопросов организационных. Те 22 миллиона, которые у нас были на август месяц, можно было оптимально использовать, сделать нормальный приют и этот год прожить хорошо. Вот Екатерина подтвердит это, я был у ней в гостях. Ну, что у нас получается? Мы только реально 6 миллионов через эту фирму, которая выиграла конкурс, довели для работы, организации работы. А остальные, получается, там порядка 14 миллионов мы и не освоили, и не освоим, потому что их нельзя никуда направлять. Вот с этим надо разобраться. Ну, во-первых, подключимся, конечно, по Минфину, попытаемся в этом году сделать. И сейчас при принятии бюджета я буду требовать, чтобы эти суммы были более расписаны, более широко, в том числе использовать для ремонта, содержания пунктов передержки животных, тратить на электричество, на газификацию, на водоснабжение и так далее. Очень сильно. И, конечно, хотелось бы, чтобы предприниматели хотя бы немножко уделяли время. Все-таки город один, проблема едина. Если каждый понемногу уделит внимание, я так думаю, проблема сама по себе будет потихоньку решаться. И не только просить с бюджета, там эти деньги доить, дайте, дайте и на это, дайте и на это. Можно же и второстепенно это решать как-то. Я вот думаю, что здесь тоже можно подумать о том, чтобы привлечь предпринимателей хотя бы немного, ежемесячно какой-то делать вклад в свой же город. Отличные слова, Екатерина Сергеевна. Едина Олеговна, как вы считаете? Можно будет дальше нам работать в таком же составе и продолжать следить и мониторить ситуацию? Я считаю, что действительно сегодня очень интересную тему мы подняли, да, и именно в тот момент, когда мы сейчас работаем над проектировками бюджета следующего года, да, и то, что Виктор Николаевич с нами сейчас здесь тоже очень хорошо, да. Думаю, что наши письма, которые вот сейчас после нашего разговора мы направим Виктору Николаевичу по субвенции, на цели, которые необходимо потратить, да, ну и про КОАП, внесение изменений в КОАП, тоже направим информацию. Для меня, конечно же, сегодняшняя беседа очень полезна. Спасибо вам. Всем спасибо, Виктор Николаевич, Едина Олеговна, Екатерина Сергеевна. Мне кажется, стоит продолжать эту тему, я попробую со своей стороны, со стороны Якутского Сахаринформационного агентства, мы постараемся выйти на защитницу Илону Броневицкую, обсудим с ней эти вопросы, что мы можем сделать на федеральном уровне. И в дальнейшем, думаю, стоит мониторить ситуацию, проверять, тем более у нас безнадзорные животные, иногда бывает так, что это не только собаки и кошки, да, а бывают даже лошади. Всем спасибо большое, читатели и слушатели Якутского Сахаринформационного агентства, оставайтесь с нами, следите за новостями.